Привет, Эннелпер! В этом видео мы с тобой разберем сразу 4 финансовых лайфхака, которые помогут тебе немного улучшить свое финансовое положение. Итак, начнем издалека. Первый лайфхак. Он будет касаться умения откладывать деньги, умения иметь заначку или, если хочешь, подушку безопасности финансовую. Смотри, у многих людей это не получается делать, и получается делать на какой-то короткий срок. Человек откладывает, откладывает, откладывает денежку, потом выходит новый айфон, либо что-то еще ему захотелось, и он берет и достает эти деньги и тратит на свою хотелку. И, соответственно, подушка безопасности очень быстро растворяется. Чтобы такого не происходило, есть хороший лайфхак. Он заключается в том, что, знаешь, есть такая схема, что многие гуру западные, которые пишут финансовые книги, пишут, что нужно 10% откладывать на благотворительность, 10% откладывать на свои хотелки и 10% откладывать в свой капитал, то есть те деньги, которые ты никогда не трогаешь, которые всегда у тебя есть. Это классная схема, она действительно работает. Но есть один нюанс. Нюанс этот заключается в том, что тебе нужно 30% своего дохода куда-то убрать, куда-то отложить, а 30% это очень много. Это будет хорошо работать, если твой доход превышает твой среднемесячный минимум. Что это значит? Ну, условно говоря, тебе на все про все, на свое нормальное существование или даже жизнь, нужно потратить 500 долларов. Ну, к примеру, у тебя такая цифра. Если ты, допустим, зарабатываешь 1000 долларов, то, конечно, эти 30% это 300 долларов, ты спокойно можешь отложить, о них забыть. И это будет круто у тебя работать. Но что если? Что если у тебя твой прожиточный минимум 500 долларов, а ты зарабатываешь тех же 500 долларов? Тогда получается 30% это существенная сумма, это треть твоего заработка. И 30% от 500 долларов это 150 долларов, и у тебя по итогу остается 350. То есть тебе нужно резко в какой-то момент, когда ты принимаешь решение откладывать по 10% в 3 копилочки, тебе нужно понизить на треть свой уровень комфорта. И зачастую происходят вот такие срывы, о которых я рассказывал. Ты откладываешь, откладываешь, откладываешь по 30%, потом что-то тебе припирает очень срочно, и ты это покупаешь, и у тебя твоя подушка безопасности исчезает. Это происходит, опять же повторюсь, потому что ты откладываешь слишком значительную сумму. На этот счет у меня есть другой лайфхак, который называется... Да никак он не называется. Это просто схема, благодаря которой ты можешь приучить свое бессознательное откладывать какую-то определенную сумму. Что нужно делать? Делать не нужно ничего сложного. Просто вместо 30% в месяц ты откладываешь 1%. В этом месяце откладываешь 1%. В следующем месяце откладываешь 2%. Еще в следующем месяце откладываешь уже 3%. Таким образом, ты потихоньку, постепенно приучаешь свое бессознательное откладывать. Это раз. Вырабатываешь такую привычку. А второе, это ты не ощущаешь такой жесткой потери. Ведь 1% от 500 – это всего 5 долларов. И у тебя остается на жизнь 495. Если мы исходим из суммы 500 долларов, в следующем месяце ты отложишь уже 10%, 2%. В следующем месяце ты уже отложишь 15%. Но у тебя все равно остается значительная часть твоего заработка. И ты не будешь замечать такого большого снижения качества жизни резко. Потому что именно по этой причине многие люди не могут откладывать. Откладывая по 1% в месяц и увеличивая каждый месяц процент, ты приучишь себя. И через год ты уже будешь откладывать 10%. И это будет куда гораздо полезнее, чем ты делал раньше, откладывая сразу по 30%. Почему важно иметь подушку безопасности? Это не только речь идет о накоплении. Здесь есть еще один очень важный психологический момент. Когда у тебя есть подушка безопасности, неважно какого она размера, но она есть. Хотя бы она размером с твою месячную зарплату. Это придает уверенность. Это придает уверенность и спокойствие. Поэтому бери на вооружение первый лайфхак. Начиная с этого месяца. Откладывай просто по 1% и увеличивай процент каждый раз. Следующий лайфхак. Следующий лайфхак тоже связан с твоим подсознанием. Ты можешь поставить себе какую-то небольшую финансовую цель. Только давай с тобой договоримся, что эта финансовая цель не будет сильно больше, чем ты зарабатываешь сейчас. Пускай она будет на 20% больше, чем ты имеешь сейчас. Ну условно говоря, если ты сейчас имеешь 500 долларов в месяц, увеличь эту сумму на 20% и это будет 600 долларов. Пока не важно каким способом ты это будешь достигать. Поставь себе просто такую финансовую цель. Вот было 500, станет 600. И договорись с собой. Дай себе зарок, внутренний такой ментальный зарок, от чего ты откажешься при достижении этой цели. Например, откажешься от поедания сладостей или пролистывания лент новостей или чего-то еще, от чего ты в принципе можешь отказаться. Но пусть это будет реально зарок. Зарок это твердый договор с самим собой что-то не делать. И ты договорись с собой не делать это на определенный период. Ну допустим, если я решил, что я хочу увеличить свой заработок на 20%, я с собой договариваюсь и говорю, Юра, все, пока ты не заработаешь эту сумму, ты не снимаешь видосы для ютуба. Ладно, нет, это я не смогу выполнить. Юра, пока ты не заработаешь эту сумму, ты не будешь есть сгущенку. Я вот очень люблю сгущенку. И все, я договорился с собой, и я этому следую. И когда ты будешь этому следовать, ты определишь определенный срок. Не знаю, сколько это будет, месяц, два. А может быть, просто даже без срока поставишь цифру и будешь к этому идти. Следующий, третий денежный лайфхак заключается в том, что когда ты увеличиваешь свой доход, пусть на 10%, пусть на 20%, пусть на 30%, не важно на сколько. Тебе нужно дать самому себе и дать своему подсознанию понимание того, что ты это все делаешь не зря. Некоторые люди допускают ошибку вот какую. Она заключается в том, что они начинают больше зарабатывать, а тратить они начинают либо еще меньше, либо столько же, сколько и тратили. Тогда бессознательному нет большой разницы, и твоему, скажем так, уму нету резона напрягаться сильнее. То есть, если ты зарабатывал 500 долларов и вдруг стал зарабатывать 1000 долларов, но при этом качество твоей жизни не изменилось, ты не начал улучшать именно качество своей жизни. Покупать более качественные вещи, покупать более качественные продукты, может быть, пользоваться не общественным транспортом, а, к примеру, такси хотя бы время от времени. Если ты этого не делаешь, повышая свой заработок, то твое бессознательное не будет понимать, к чему стремиться, не будет понимать, зачем тебе это все делать. Поэтому бери на вооружение, когда твой доход повышается, повышай немного, немного повышай качество жизни, потому что твоему бессознательному нужно это подкрепление. Это очень важно. Следующий лайфхак. Лайфхак заключается в проработке ограничивающих убеждений, которые касаются финансовой сферы. Самая большая проблема проработки убеждений – это найти это убеждение. Сейчас я поделюсь с тобой фишкой, как ты можешь найти свои ограничивающие денежные убеждения. Прям бери блокнот, бери ручку и начинай записывать. Смотри, у тебя есть твоя деятельность, на которой ты зарабатываешь такую-то сумму. Ну, давай, раз мы уже начали разговаривать о 500 долларах, ты будешь перекладывать в этом видео на свои цифры, а мы будем на 500 долларов. Условно говоря, ты работаешь каким-нибудь инженером, который получает 500 долларов. Морским инженером ты работаешь. И ты знаешь, что в целом для морского инженера у тебя зарплата нормальная, но есть морские инженеры, которые делают такую же работу, которые выполняют такие же обязанности, которые зарабатывают больше. И тебе надо задать вопрос. Ты знаешь свою нишу, ты знаешь свою сферу. Тебе надо задать себе вопрос. Сколько реально может зарабатывать человек с моими компетенциями и с моим уровнем? И допустим, есть инженер, который зарабатывает, морской инженер, который зарабатывает 500 долларов, а есть на рынке инженеры, которые работают в других компаниях, на других морях, они зарабатывают, ну, к примеру, 800 долларов. И вот тебе нужно определить вот эту цифру, которую ты реально можешь зарабатывать. Именно. Реально. Два ключевых слова. Реально и можешь. Реально и можешь. И вот, допустим, ты определил, что сумма, которую реально можно зарабатывать в твоих текущих условиях, может быть, в другой компании, может быть, при каких-то других обстоятельствах, но реалистичная, не 500, а 800. Тогда запиши эту цифру, которую зарабатывает среднестатистический морской инженер, но она выше твоей зарплаты. И задай себе вопрос. А почему я еще столько не зарабатываю? И ответом на твой вопрос будут все твои ограничивающие убеждения. И ты будешь отвечать. И вот эти убеждения, их начинай записывать на бумаге. Какие там будут ответы? Ответы наверняка будут. Вот, я работаю не в той компании, или у меня недостаточно опыта, либо меня не ценят, или еще что-то. Там будет прям вереница, там будет прям список ограничивающих убеждений. Так вот, ты их выписал, допустим, у тебя получилось 4 или 5 ограничивающих убеждений. Теперь, следующим шагом тебе надо это убеждение немного расшатать, а для того, чтобы расшатать это убеждение, к каждому убеждению, прямо сейчас работай по бумажке, к каждому убеждению задай вопрос и найди ответ. А почему это не так? Почему это не так? Если тебе пришел ответ, у меня недостаточно опыта, у тебя есть такое ограничивающее убеждение, задайся вопросом и найди причину, почему это не так. Обычно те убеждения, которые касаются опыта, очень легко расшатываются и убираются с помощью такого понимания, что я действительно сейчас получаю этот опыт, я в процессе получения опыта, и это очень круто. Ну смотри, согласись, у меня нет опыта, и я сейчас получаю опыт, это две большие разницы. То есть тебе нужно переформулировать, сначала усомниться в своих ограничивающих убеждениях, которые касаются денег, затем тебе нужно сделать переформулировку и создать себе поддерживающие убеждения, касающиеся каждого. Ну допустим, если у тебя получилось убеждение, у меня недостаточно опыта, поэтому я мало сейчас зарабатываю, то сначала ты найдешь причину, почему это не так. Следующим ходом ты создаешь себе поддерживающее убеждение. Например, не обязательно человек с опытом получает такую зарплату, как я хочу, и это будет уже круто. Итак, дорогой друг, подведем итог этого видео. Четыре лайфхака. Первый лайфхак. Начинай откладывать постепенно. То есть начинай с одного процента в месяц, и через год ты уже будешь откладывать 10%. Следующий лайфхак. Поставь себе небольшую финансовую цель и дай зарок. От чего-то откажись, пока ты этого не достигнешь. Третий способ. Повышай качество жизни по мере того, как повышается твой заработок. И четвертый. Проработай свои ограничивающие убеждения. Я искренне верю в то, что у тебя все получится. Я искренне верю, что ты можешь поднять свой уровень дохода. С тобой был Юрий Пузыревский. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. Пока-пока.